Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые делегаты, уважаемые дамы и господа. Текущий год является также годом 50-летия принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Как известно, геноцид армян 1915 года в Османской империи не нашел в свое время должного осуждения со стороны мирового сообщества, что поощрило некоторые режимы на новые преступления. Свидетельством растущего понимания необходимости борьбы с этим злом являются и недавние осуждения и признания парламентами ряда стран геноцида армян начала нынешнего столетия. На нынешней сессии Генеральной Ассамблеи по совместному предложению Армении и других пяти государств в повестку дня сессии включен вопрос о 50-летии Конвенции. Мы выражаем надежду, что объединив усилия в борьбе с преступлением геноцида, человечество сделает решительный шаг к окончательному избавлению от него уже в следующем столетии. Господин председатель, одной из важнейших гарантий стабильности и безопасности в нашем регионе, Закавказье, является мирное урегулирование региональных конфликтов. Армения остается приверженной режиму прекращения огня, установленному в зоне Карабахского конфликта с мая 1994 года, и будет способствовать его неукоснительному соблюдению. Мы подчеркиваем вклад Минской группы и отдельных ее стран, как в поддержании режима прекращения огня, так и в посредничестве. К сожалению, в настоящее время переговорный процесс оказался в тупике. Мы считаем, что основными причинами сложившегося тупика является нечетко определенный статус представительства Нагорного Карабаха в переговорном процессе. Отказ от Азербайджана от прямых переговоров с властями Нагорного Карабаха, а также тот факт, что Азербайджан продолжает настаивать на предварительных условиях, относящихся к будущему статусу Нагорного Карабаха. Который, как мы считаем, должен определиться в ходе самих переговоров. Международное сообщество должно приложить максимум усилий для устранения этих препятствий. На наш взгляд, глубина и особенности конфликта предполагают нестандартные подходы к его разрешению, в основе которых должны лежать принципы равной правосубъектности сторон конфликта, исключение анклавности Нагорного Карабаха и международные гарантии безопасности его населения. Армения готова к продвижению вперед. Мы призываем Азербайджан возобновить переговоры без предварительных условий с целью достижения всеобъемлющего регулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Благодарю за внимание. Азербайджан